здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова и сейчас мы сделаем небольшой обзор на такое же небольшое видеообращение медведчука к президенту россии и украины и вы знаете кое-что из его обращения я увидела и хочу с вами этим поделиться давайте начнем я не до 4 и мы видим что сразу с первых же слов он чувствует себя уверенно мы видим что правым локтем он немножко занимает больше пространства и ну тут выглядит как будто он расширился но тут скорее все-таки не расширился а немного больше пространство занимает и чувствует себя уверенно но он изначально представляется и в этот момент он действительно уверен он действительно говорит то что он думает он по этому поводу не волнуется и соответственно мы видим его сигналы тела вот это вот движение локтем вперед занимание большего пространства как раз и говорит о том что он чувствует что он имеет на это право до что он сейчас полностью прав и соответственно тело ведет таким же образом вот видите как локтем немножко вперед мы видим что часто во время этого обращения несмотря на то что это обращение буквально полминуты он поглядывает в эту сторону это сигнал того что здесь кто-то сидит либо куратор сидит либо здесь как эта подсказка есть куда он смотрит и сверяется с тем что он сказал и при этом немножечко головой расширяется вот когда корпус расширяется это может быть вот так выглядеть да когда полностью корпус либо головой человек опять это еще один сигнал того что он здесь чувствует себя уверенно вот на этих фразах вот на этой фразе когда он представляется в конце он сжал губы и это понятно он находится в плену он находится в затрудненной ситуации поэтому этот сигнал тела еще ну все равно несмотря на то что он чувствует уверенность в тех словах которые сейчас произносят все равно он чувствует и подавленность вместе с этим дальше наблюдаем за его руками потому что в параллель со словами там очень четко по рукам можно определять где он больше волнуется и давайте смотреть вот все время пока он это говорит он ладонями не двигает при этом смотрите правая рука лежит на левой и правая это рука действий левая это рука эмоций до получается что действиями он себя пытается немножко успокоить и успокоить свои эмоции но в данном контексте в дан при данных словах руки вообще не двигаются и вообще в принципе я так думаю он дал себе установку как можно меньше эмоций нам давать но мы-то с вами глазастые мы все рассмотрим да вот видите что руки совершенно не двигаются хотя конечно мы понимаем что человек находится в очень в очень подавленном состоянии президенту российской федерации владимиру путину и вот смотрите как он это говорит во первых он выпрямляется и ну вот смотрите выпрямление это знаете такой жест когда ты во первых хочешь как бы чтоб тебя увидели да и в какой-то степени вот знаете когда отдают честь до выпрямляются и ну что-то говорят да доносят то есть он как бы пытается себя показать это жест можно сказать самопрезентации да и он выпрямился и корпусом немножечко расширился вот смотрите расширяется немного корпуса при этом обратите внимание уголки рта идут немножечко вниз это эмоция эмоция страха и эмоция неловкости скорее вот если это совместить неловкость в социуме вообще самый большой страх у нас это быть осмеянным обществом и поэтому часто вот этот вот это вот сдвигание уголков рта вниз причем с обнажением может быть нижней линии зубов да но это еще отчасти можно трактовать и как при презрение но с точки зрения именно сравнение себя с социумом да и здесь получается что ну вот это вот неловкость то есть при сравнении ты понимаешь что ты не очень соответствуешь этому социуму и соответственно но тут сразу смесь нескольких эмоций да то есть человек чувствует себя неловко это сводится вот к простому такому да то есть неловкость и страх страх что ты тебя ты будешь осмеян что тебя вы кто-то выгонит из этого социума ну то есть вот вот это все и опять смотрит в эту область видите поглядывает в эту область как бы сверяется с тем что сказал да и получает либо одобрение либо очередную порцию информации которую надо выдать а дальше смотрите вот здесь уже наблюдаем внимательно за рукой вот смотрите на словах про путина у него идет убегание пальцами и прихлопнул как бы ладонью и не только этой ладонью но еще и этой но в целом в целом вы знаете вот когда я увидела что а корпусом он на словах о путине он расширяется для меня это был такой знаете сигнал сигнал того что в этой ситуации он чуть более уверен чем например сейчас мы посмотрим по поводу зеленского там тоже будет выпрямление корпуса но расширение но расширение не будет украины владимиру зеленскому а о чем это говорит о том что в данном случае человек более уверенно чувствует свою позицию именно в отношении путина не знаю как насчет отношения со стороны путина да но со стороны вот медведчука идет сигнал тела о том что ну во первых больше эмоций и во вторых больше уверенности в том что ну вот он по крайней мере медведчук считает что он является ценностью для этого человека о котором упоминает в отношении зеленского идет просто выпрямление корпусом ну и так сглаженные эмоции но и еще обратите внимание на руки при словах о путине руки больше там и одна рука задействована и 2 а здесь получается вот ну давайте смотреть по порядку вы выпрямился да ну эмоции все равно меньше да нет вот этого объема эмоций которые мы с вами обсуждали и смотрите здесь только убегает пальцами вот 2 рука у него здесь не работает не задействуется это говорит о том что в отношении зеленского нет тех эмоций которые есть в отношении путина я не знаю что их там связывает вообще конечно я человек очень далекий от этого раньше было да и в общем то я даже думала очок нему прицепились вообще но сейчас я вижу что нет действительно дыма без огня и действительно по крайней мере медведчук считает что путин с ним как-то связан ну вот вот так вот я вижу но поправьте меня если я не права поправьте и вообще скажите мне свое мнение по этому поводу расскажите мне вообще предысторию потому что я просто вижу перед собой человека и вижу сигналы тела я вижу что сигналы тела намного больше в отношении путина и он его и боится и надеется на него то есть вот прям там целый шквал эмоций противоречивых в отличие от зеленского в отношении зеленского идет вот это вот выравнивание да то есть полюбуйтесь мной сама презентация такая но не более того до волнение безусловно потому что он находится сейчас в руках зеленского да и ну как бы вот каких-то других эмоций больше нет ну давайте смотреть дальше вот он говорит о своем освобождении и идет при поднимании брови то есть он акцентирует внимание для него это очень важно и мы с вами можем это понять конечно безусловно каждый человек если не дай бог на окажется на его месте ну будет также реагировать да ну тут понятно вот давайте наблюдать за руками и вот на фразе про свое освобождение у него опять идет реакция руками то есть вот реакция руками идет на тех словах которые вызывают больше волнения да и вот это вот действительно для него очень важный момент но вот обратите внимание когда он говорил о путине там намного больше было эмоций здесь даже вот здесь казалось бы ну ситуация такая что больше эмоций должно быть на освобождении но он больше всего волнуется за путина за его мнение за его вообще отношения к себе нежели даже за свою жизнь вот так вот даже можно это трактовать но значит дальше смотрим дальше что он говорит там меньше эмоций вообще в целом на защитников мариуполе и жители но видите да что эмоций меньше в целом и но он как бы проговаривает сверяется с тем что ему надо сказать и поджимает подбородок вот когда он говорит про жителей поджимает подбородок который находится там на сегодняшний день и не имеет возможности безопасного выхода через гуманитарный коридор и здесь он опять убегает пальцами я уж не стала замедлять то есть вот этот момент тоже вызывает в нем волнение даже при том что эмоции здесь меньше его это меньше касается но вообще это психология психология любого человека когда это меньше касается твоей жизни это тебя меньше и волнуют соответственно да безусловно этот момент его не так волнует но тем не менее этот момент имеет место быть я правильно сказала я уже заговариваюсь да то есть это это действительно правда вот то что он сейчас говорит это действительно он знает что так и есть что вот вот ну то есть получается что на самых волнительных вещах которые да безусловно вызывают в нем какие-то эмоции он реагирует вот таким образом на этом примере хотелось вам показать именно ну вот разбор того что когда человек абсолютно казалось бы без эмоционально пересказывает текст или там может быть перед ним этот текст держат да все равно тело выдает много информации которую мы с вами сегодня прочитали оставайтесь со мной не забывайте ставить лайк этому видео пишите в комментариях свое мнение объясните мне пожалуйста в чем там вообще дело я честно говоря совершенно не знаю этого персонажа и в общем то не знаю почему к нему так прицепились но в любом случае есть материал мы по нему работаем все спасибо за внимание люблю вас всех очень сильно пока пока